Дорогие друзья, Тайри Иден, шалом алейхем. Профессор в факультет финансов и кредит открывает курс и говорит студентам, для начала хочу вам что-то объяснить, что финансы это не деньги. Финансы это отношения. Если вы сможете правильно построить отношения к деньгам, с партнерами, с семьей, тогда у вас всегда будут финансы и тогда будут у вас деньги. Когда мы говорим о деньгах, наши отношения к ним, мы должны понимать, что деньги это не только возможности, это не только инструмент для жизни. В деньгах есть очень большая духовная энергия и искры Всевышнего, которая находится там. И они нам даются для того, что мы их использовали и сделали наш мир лучше. Когда они лежат без дела, тогда мы теряем эту духовную энергию и святости. Когда мы используем деньги неправильно, не туда, тогда тоже искры Всевышнего и святости пропадают. А когда мы берем деньги и используем их, чтобы помочь людям, чтобы строить, чтобы сделать наш мир лучше, тогда мы смогли использовать этот духовный потенциал и искры Всевышнего, который находится в эти деньги. И это отвечает очень большой вопрос, который возникает в истории, которая рассказывается в нашей главе недели. о том, как евреи находятся в рабстве, и их фарон не отпускает. И Всевышний говорит Моисею, что я тебе очень прошу, добер на, я тебе умоляю, пожалуйста, попроси евреи, что до того, когда они будут уходить из Египта, что они обязательно попросили у египтян их богатство, золото, серебро. Что выглядит? Выглядит это, что евреи не думали даже об этом, потому что они хотели быстрее убежать от рабства, они были замучены после этого тяжелого периода. А Всевышний просит, что они обязательно попросили деньги у египтян. И тут есть вопрос, почему это так важно? Главное же, свобода. И что они могли сейчас, как свободный народ, двигаться, получить тоу в сторону Израиля, построить себе храм, жить еврейской жизни. Но причина, потому что в эти деньги, которые находились в Египте, там есть искра Всевышний и очень большой духовный потенциал. И Всевышний не хочет, чтобы эти деньги остались в Египте. Поэтому он хочет, чтобы евреи обязательно попросили, чтобы им отдали эти деньги. И на самом деле потом евреи построили храм с этими деньгами. И это наш урок на этой неделе. Когда Всевышний нам дает деньги, мы должны понять, как использовать их. Если мы понимаем, что это духовный потенциал, что это искра Всевышний, сделать с ним что-то хорошего, тогда мы делаем то, что положено, потому что причина, почему Всевышний нам дает эти деньги, и это потому, что он нас доверяет, что мы их сможем использовать для этого цели. А если они у нас просто лежат, потому что мы переживаем, что на всякий случай, что будет потом, тогда они никакой пользы не приносят. И получается, что мы не являемся честным менеджером Всевышний этим деньгам, которые нам он дает. Или еще хуже, когда мы используем эти деньги, для таких целей. Потому что у материального богатства, деньги, которые есть у человека, кроме того, что у них есть силы сделать хорошее настроение у человека, опустить человека, купить дом, купить машины, купить продукты, у них есть желание. И они умоляют и кричат хозяину, используйте нас правильно. Мы тоже хотим подняться выше к Всевышнему, когда деньги используются правильно, вот это материальное богатство. А если они неправильно используются, они опускаются вниз. А у них тоже есть желание. И они прямо кричат хозяину, умоляют его, используйте нас правильно, мы хотим подняться к Всевышний. И когда Всевышний говорит евреям, когда они выходят из рабства, пожалуйста, берите эти деньги, потому что они нам нужны, еврейскому народу они нужны. И это честно, потому что евреи очень много работали, и им была положена компенсация за эту работу. Вот это то, что мы должны в нашей жизни понимать, что если Всевышний нам дает деньги, мы их должны использовать ради того, что сделает наш мир светлее, ради того, что радует людей. Мы имеем право взять для себя то, что нам необходимо. Но главный цель, оно именно для этого. Известно, что все, что мы любим, то, что мы имеем, это не случайно. Когда, например, человек любит рыбу, а другой человек любит мясо, известно, что кроме того, что в деньги есть святости, и наша святая душа, наша божественная душа нуждается в этой божественности, которая находится в деньгах для того, что сделает добро, точно так в каждой вещь в этом мире есть святости, есть искра. Тот, который любит рыбу, он ест эту рыбу, и когда он ест ее, используется вот эта энергия, которую он получил для того, что сделал добро, учить Тору, соблюдать митцвот, тогда он поднимает эти искры выше. Другой любит мясо, другой любит что-то другое. И все, что мы имеем в этом физическом мире, это все для того, чтобы мы нашли эти искры, которые находятся, святости, которые находятся там, и поднять ее выше, когда используется эта энергия, эти деньги, ради того, что сделает наш мир лучше. Зайд гизунт, а гудн шаббас.